Ранее появилась информация о том, что спикер палаты представителей США намерена посетить Тайвань, на что сразу же последовала реакция от Китая. Пекин предупредил Вашингтон, что ответит решительными мерами, если Пелоси отправится на Тайвань. Все подробности о реакции на Китай на турне Пелоси обсудим с собственным корреспондентом CBC в Китае Альбиной Абдурахмановой. Здравствуй, Альбина. Здравствуй, Туран. Скажи, пожалуйста, как обстоят там дела? Ну, Туран, по последней информации, самолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов, на порту которого находится как раз-таки спикер палаты представителей Конгресса США на Индии Пелоси, снова поднялся в воздух и вылетел из аэропорта Гонолулу с Гавайских островов. Оно взяло курс в сторону Азии, однако до сих пор конечная точка его маршрута не указывается. Перед вылетом из авиабазы Индрюс в США Пелоси журналистам объяснила неразглашение данного вопроса, да и в целом то, что она не рассказывает о своих поездках заранее, потому что стоит вопрос безопасности. Единственное, Пелоси в своем твиттер-аккаунте, как вы уже отметили, написала, что возглавляет делегацию Конгресса в Индре-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америке союзникам и друзьям в регионе. Что точно известно, по официальной информации, Несси Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, где будут проведены встречи высокого уровня для продвижения общих интересов и ценностей. К слову, об этом также ранее сообщила пресс-служба политика, опубликовав программу ее азиатского турне. Но до вылета в сети появилась информация о том, что спикер палаты представитель США, как вы также отметили, собирается совершить визит на Тайвань. В частности, об этом в своем твиттер-аккаунте первым сообщил колумнист Вашингтон-Пост Джош Роген, ссылаясь на дипломатические источники. В публикации журналиста, я попрошу обратить на это особое внимание, сообщил, что по сообщению офиса Пелоси, визит возможен, но не подтвержден. По мнению ряда экспертов, Нэнси Пелоси не стоило публично объявлять о планах посетить Тайвань. К примеру, таким мнением поделился Мэдди Крёнинг, профессор Джордж Таунского университета, в интервью для американского журнала Foreign Policy. По его словам, спикер палаты представителей допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань. В США, кстати, по словам президента Джо Байдена, расценивают предположительную поездку Пелоси на Тайвань как не очень хорошую идею. Сам американский лидер, напомню, выражал сомнения по поводу того, что визит на Тайвань все же состоится. Как вы уже отметили, по ясным причинам полет привлек огромное внимание людей со всего мира, в частности, более 100 тысяч человек отслеживают на данный момент движение воздушного судна. Об этом, к слову говоря, свидетельствуют данные Flight Rider 24. Все ожидают конечной точки маршрута самолета с Пелоси на борту. И реакция Китая по данному вопросу. Ну а в Китае полностью готова к развитию любой ситуации. Об этом как раз-таки на пресс-конференции заявлял официальный представитель МИД Кайнар Джао Лидзян. А именно он отметил, что если Соединенные Штаты бросят вызов красной линии Китая, в ответ будут приняты решительные контрмеры. И американская страна должна будет нести ответственность за все вытекающие из этого последствия. Так, к чему же приведет визит в Пелоси на Тайвань? Дело в том, что спикер является третьим по значимости человеком в американском правительстве. И ее визит нарушит принцип «одного Китая». И положение трех совместных китайско-американских коммуникаций 1972, 1978 и 1982 годов. К слову, буквально на днях, во время телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпиньям, президент Соединенных Штатов, заявил, что политика «одного Китая» в США не изменилась и не изменится. А также Штаты не поддерживают независимость Тайвана. Так вот, Китай требует подтвердить это на действиях. Эта потенциальная поездка на остров Тайвань нанесет серьезный ущерб отношениям КНР и США. Об этом, к слову говоря, заявлял и официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэпэй. Он подчеркнул, что китайские военные не будут сидеть сложа руки и примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил. Тайваньский вопрос о том, что тот, кто играет с огнем, обожжется, говорил и сам Си Цзиньпинь в ходе телефонного разговора с Джо Байденом, напомнив о принципиальной позиции Пекина по тайваньскому вопросу. К слову, завершились двухдневные учения военно-морских сил, проходящие 29 и 30 июля в западной части пролива Цзиньчоу и в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань. А начались они, как вы поняли, эти учения на фоне новостей о возможном визите в Пелосе на Тайвань. Пока вот такая ситуация в Пекине. Благодарю, Альбина. Благодарю, Альбина. Я напомню, что с нами на прямой связи была собственный корреспондент CBC в Китае Альбина Абдурахманова. Мы обсудили турне по азии спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Продолжение следует...